Глава четвёртая Так незаметно прошло больше года. Больше года земного, но меньше года местного. Я очень сильно округлился в плечах, раздался так, что пришлось переделывать буквально всё на тренировочных доспехах — ремни, крепежи и защёлки. И я готов был убить этого мерзкого гадёныша Рихана, но в поединках ни разу не смог до него дотянуться. Этот злой мангуст уворачивался, бил меня плашмя по рукам, по голеням, по голове, вызывая приступы гула в голове и помутнения, или, как там его правильно, оглушения. Три раза за прошедший месяц у меня на руке слазил почерневший ноготь. Блядь, три! Садист грёбаный! Чтоб ты сдох, скотина! Он просто издевался надо мной. Подлючий потрох я сотру когда-нибудь с лица твою вечную наглую ухмылку! Я злился, а он это видел. И начинал делать меня ещё больнее. Иногда шлёпал мечом мне по заднице, что было обидно. Иногда потекал ноги, так что я падал с диким грохотом, гремя, как робот, всеми своими сочленениями. Тварь! А иногда, в момент падения, я слышал громогласный хохот с балкона приёмного зала моего отца. Хо-хо-хо-хо! Вот это было действительно обидно, когда твой позор видят все. В такие сумрачные дни Лея проскальзывала ко мне в комнату, сидя возле меня обнажённая, гладила меня по голове, ожидая, пока я усну, чтобы дать мне хотя бы пару часов сна перед тем, как мы займёмся любовью. Ох, сон мне нужен был, как воздух. Учителя меня просто выдаивали досуха. Скорее всего, они это делали специально, чтобы у меня оставалось меньше сил для глупостей. Вечерами после спарринга я при помощи слуг сбрасывал в себя ненавистную экипировку, пропахшую потом и кровью, и, не чувствуя тела, брёл в комнату. Леи приходилось иногда кормить меня с ложечки. Не только потому, что я не мог поднести ложку ко рту, а банально из-за того, что этот садист Рикон, перебив мне пальцы, наскоро бинтовал их так, что взять в руки было невозможно вообще ничего. Утомлённый, убитый, избитый, еле стою в деревянном корыте в мойне. Аллея поливает меня из ковша, смывая пыль, грязь и кровь. Она смотрела на меня с жалостью и мыла так осторожно, чтобы сильно не потревожить незажившую её плоть. В такие моменты, наклонив голову, я просто плакал. Точнее, я не плакал, а слёзы сами ручьями текли из моих глаз. Но в отражении металлического зеркала я видел обнажённого Аполлона, в меру стройного, в меру мускулистого, с кубиками пресса, правда, слегка побитого и подстреленного, но зато живого. Мне нравилось это тело. В прошлой жизни и намёка не было на подобные. Мне всего 13 лет, а уже тело молодого атлета, слегка потрёпанное тело, но ничего, до свадьбы заживёт. За своими мыслями и саможалением даже не заметил, как моя пассия перешла от мытья к любовным играм. От шалуния! Лея недоумевала, почему я не делаю с ней нормального соития, а только какие-то обнимашки, целовашки и оральные балавашки. Не понимает дурочка, что мне её ещё замуж выдать нужно. Порченых девок тут никто в жёны не берёт. А если жена девственница, то кому вы что докажете? Посмеются с убитого и отправят вас к чертям или вообще на поединок вызовут за попытку опорочить честь сестры и дочери племянницы. Вы не поверите, непорочность невесты проверяют священники. А тем лгать нельзя. Мало того, что ложь моментально меняет ауру, что, конечно же, увидят прочие священники, так ещё продажность приводит к снятию сана и смерть через сдирание кожи. Такого бедолагу без кожи на сутки садят на цепь и, если он к утру не сдохнет, топят в городском нужнике. Представьте, как можно утопить человека без кожи в городском сортире? Просто жесть. Нужно будет с ней переговорить и объяснить, что судьба примерной жены в будущем намного лучше судьбы бывшей двадцатой наложницы местного подея. Был бы в моём теле малолетний ублюдок, он бы вообще не парился страстями какой-то там простолюдинки. Драл бы её под настроение во все щели, а потом бы просто выкинул из замка, как ненужный хлам. А я привык заботиться о тех, с кем делю постель. И всё тут. Сладкая она, девчонка. Очень сладкая. Но не моя, а жаль. Представьте, что удумала моя няня, когда у неё в очередной раз наступили те самые дни. Приволокла ко мне в комнату другую служанку. Она, видите ли, конкурс среди них учинила, кто, мол, заменит её в постели подея, пока она не в состоянии выполнять свои обязанности по медицинским показателям. Выбрала самую достойнейшую из смазливых. Привела, раздела передо мной. И давай нахваливать. Ешь твою медь. Это в моём мире я бы мог расхохотаться и сказать. Девочка, да ты что, с ума сбрендила? А в этом мире так не принято. Я рассматривал голенькую претендентку на моё тело с умным видом, слушал Лею и, важно, кивал в нужных местах. Новую наложницу звали Тая. Какое, блин, земное имя? Что-то типа Таис или Таисии из моего мира. Для поддержания я разговора спросил. Девушка? Лея моментально вспыхнула и, закивав со смущением, произнесла. Конечно, господин. Как вы могли обо мне такое подумать? Я верна вам полностью. С жаром заверила моя любовница, что даже в страшном сне не могла мне подсунуть порченную девку. Ох и нравы тут. Я просто дурею. Шлёпнув по заднице голую служанку, я небрежно бросил. Свободно. Та быстро собрала с пола свои вещи и проскользнула к двери. Я уже привлёк свою Лею, прильнул к её губам, тем временем залез к ней под блузку и начал ласкать налитой сосок. В этот момент из сада прозвенел колокольчик, что значит, для меня мои мучители придумали очередную пытку. Уже сбегая по лестнице, я послал Леи воздушный поцелуй. Я не видел, как она, замерев на мгновение, вспомнила мой жест и отправила мне в догонку уже свой воздушный поцелуй по уши влюблённой восемнадцатилетней девушке. Кажется, я начал понимать моих наставников. Думаю, что Шуар вводит меня за нос, обвиняя в тупости и ленности. Мне со временем начало казаться, что этот супчик временами просто охреневает от моей усидчивости и скорости усвоения материала. Но для того, чтобы не расслаблять ученика, утверждает обратное. Интересно, сильно я ошибусь, если предположу, что школьную программу я уже давно прошёл, и меня тупо гоняют по предметам курса университета? И есть ещё один момент. До смерти был один человек, после смерти другой. Как к этому всему отнесётся отец? Не приведёт ли этот самый слишком быстрый прогресс к тому, что меня обвинят в чём-то и отправят в ссылку в самую глубокую задницу этого мира? На занятии я начал издалека. Эда Шуар, разрешите вопрос. Вначале учитель замер в лёгкой панике, так как последний год я его, кроме как Шура, не называл. Его это жутко бесило, но приходилось отрабатывать свои деньги и не рвать контакта с учеником. И тут на тебе. Его впервые назвали правильно и по имени с уважительным Эдо. Да он просто обалдел на какое-то время. Затем нервно прокашлялся и спросил «Слушаю вас, Эда Драхмар, скажите, учитель, а долго вы меня водите за нос?» Тот смутился, видимо, не понимая, что обозначает «водить за нос», и вопросительно поднял бровки домиком. «Ну, я имел в виду, обманывайте». Тот аж дар речи потерял. «Что вы имеете в виду, Эдо Драхмар?» «Скажите честно, курс школы мы уже закончили», — сказал я с нажимом. Тот без раздумий кивнул не в силах врать. Он-то понимал, что существует сотня способов выяснить правду. Да он, далеко ходить не надо. Спустился в городок и первого попавшегося учителя спросил перечень предметов и тем для школьной программы. Благо, они тут стандартизированы как в провинции, так и по всему Феонарату. И все, спалился звездочет с потрохами. «Еще один вопрос. Курс вашего университета мы тоже прошли?» Тот нервно сглотнул и опять кивнул. Но сделал нерешительное движение. «То есть...» «Да, но не пройдена практика». Учитель снова затравленно кивнул. «И учим мы сейчас что?» Многозначительно посмотрел я на него. «Трест!» — выпалил он и вытер лоб и голову платком. «Трест это у нас что?» — спросил я плотоядно, глядя на него. «Трест это...» «Курс военной академии Феонарата». От охренения я аж медленно привстал и потянул за рукоять из ножен фамильный кинжал. «Я убью эту книжную жабу». «Все время, что я не досыпал и приходил на его занятия, истерзанный рихоном, он мог хоть чуть-чуть жалиться надо мной, скотина!» «Каждый день новая тема, потом опрос, потом диктант на пройденную тему, потом сочинение на пройденную тему. Ну, тварь! Все происходило, как в анекдоте. Я уехала, точка, твоя крыша. И, наверное, я бы его прирезал, если бы не громкий окрик сзади. «Что тут происходит?» — услышал я зычный голос мажордома. Я резко обернулся. И этот мажордомистый выкормыш даже бровью не повел, как будто на его глазах каждый день ученик убивает своего учителя, и голосом нетребующего возражения раскатисто озвучил. «Эдо Драхмар, сын! Ваш отец, светлейший Эдо Талмар, требует вас в зал приема!» Войдя в зал, я поклонился отцу, гордо восседавшим на троне. Вокруг прибавилось людей, некоторые тихо переговаривались, кто-то равнодушно, а кто-то с интересом смотрел на меня. Отец, выдержав паузу, сказал. «Эдо Драхмар, почтенный Эдо Шаур и славный Эдо Рихан сообщили мне о твоих успехах». Пауза. Эта манера ведения разговоров слегка бесила, но что делать, деваться некуда. И, выдержав паузу, ответил. «Светлейший Эдо Талмар, я всецело полагаюсь на мнение моих наставников и на вашу мудрость». Отец задумчиво посмотрел на учителей, скромно стоящих у стены, поближе к трону, чем обычно это делают входящие в зал приемов женщины. Но и не так, чтобы близко. «Их ум и старания будут по достоинству оценены моей милостью». С этими словами он хлопнул в ладоши, и в зал вошел слуга с двумя подносами, на каждом из которых лежало рекомендательное письмо за подписью Дея Эдо Талмара и увесистый кошель с золотыми монетами. Я знал по памяти прежнего хозяина тела, что подобные письма иногда стоили, по сути, намного больше, чем содержимое кошелей. Наставники с достоинством приняли подносы и отвесили поклон отцу. Тот церемониально ответил им покровительственным наклоном головы. «Ох уж этот высокий стиль!» Затем отец снова перевел взгляд на меня. «Тебе на подготовку к экзаменам выделяется неделя каникул, и после экзаменов спустя две недели нам предстоит путь в столицу на празднование дня рождения нашего повелителя и твоего деда, наисветлейшего Фионера Алье Астарина IV». Я почтительно поклонился, показывая, мол, что все понял, буду готовиться. Отец жестом руки отправил в меня на выход, «Когда я миновал наставников, те пристроились за мной следом». Уже за дверями я остановился и спросил у наставника Шаура. «Скажите, любезный, а сколько лет при светлому Фионеру?» Тот слегка удивился, что я не знаю того, что знает вся страна, и поежившись, ответил «83». «Много». Мой невинный ответ заслужил напряженный взгляд со стороны Риханна, и сдается мне, что это неспроста. А не является ли уважаемый Эдо Рихан по совместительству сотрудником тайной службы Фионерата? К примеру, ходит тут, горчит из себя наставника, а сам депеший шлет в столицу, мол, все там нормально, младший сын революции пока не замышляет. «Рихан!» – ревкнул я. Тот напряженно замер. А Шаур осторожно отошел к стене. «Если ты еще раз на меня так посмотришь, прикажу страже убить тебя!» При этих словах металлические перчатки стражников клацнули при соприкосновении с рукоятями мечей, подыгрывая мне. Вторая рука у них лежала на алебарде. В конце коридора два стражника также обратили внимание на инцидент, но поста своего не покинули. С другого конца коридора к нам шествовал сержант дворцовой охраны, и, услышав мой выкрик, его ладонь также инстинктивно легла на рукоять меча. Честно, я не хотел такого эффекта. И не ожидал его. Все произошло на сто процентов естественно и как-то само собой. Но от этого не менее угрожающе. С одной стороны, мое право отдавать приказы дворцовой страже были весьма и весьма сомнительны, но с другой стороны... Кто вам сказал, что стражи Деям будут спокойно смотреть на оскорбления членов семьи Дея? Поэтому ситуация сложилась интересная. Рихан, уже поняв, что не смог совладать со своими эмоциями, на мои слова, выдал себя. При этом он был сильно впечатлен тем, что его мимолетный взгляд срисовал, по сути, мальчишка, который, по его мнению, не мог быть физиономистом, но, тем не менее, им был. И мало того, что за секунду вычленил эмоцию, но и тут же смог обратить ее против Рихана, используя локальный перевес дворцовой стражи на один квадратный метр. И еще один момент, играющий против Рихана. Стражники были все местные и знали друг друга, а Рихан пришлый. Да, он воин-профессионал, но его профессионализм плясал в открытом бою, а тут коридор. Стража в полном облачении, а Рихан в парадном костюме, но при боевом мече. Я понимал, что он воин, и далеко не политик. У него не хватит ума выкрутиться из ситуации, в которую я его вогнал, и, скорее всего, он предпочтет умереть, чем поступиться честью. А значит, что его нужно спасать. Но спасать так, чтобы этот урок он запомнил на всю оставшуюся жизнь. Эдо Рихан из рода Кости, я вызываю вас на дуэль до первой крови за ваши необоснованные подозрения о злоумышлении против нашего покровителя, наисветлейшего Фионера Астарина Четвертого. «Немедленно!» Мой крик сотрясал своды, и на этот крик из зала вышел отец с гостями, и все с интересом возрились на нас. Сержант стражи тут же кинулся к нему с докладом. За спиной я услышал удивленный возглас отца. «Дуэль с Эдо Риханом? Но кто? Драхмар? Что за...» «Немедленно!» повторил я, снял перчатку и бросил ему под ноги. Я не знаю, была ли тут такая традиция, перчатка-кидательство или нет, но мне было плевать. «Нет?» «Значит, будет!» Голова была ясной, мозг работал, как мой двенадцатиядерный процессор Ксион, в компьютере из прошлого мира, и одна часть души кричала, «Что ты творишь, дебил?» А вторая натура говорила, «Додавливай!» «Как там Рихана назвал святейший Флорен? Брат Рихан?» «Так все-таки брат, а значит, почти священник, а значит, умеет видеть ауру при помощи молитвы и их священного символа в виде золотого медальона. Не зря мне казалось, что именно этот медальон на долю секунды выскакивал из-под ворота его рубахи, когда мы скакали, сражались в поединках. И что?» «А то! Медальон работает как усилитель, это я прочитал в книгах в библиотеке отца. Но и без него, если перед обвинительной речью произнести молитву, то любой священник увидит ауру и сможет отличить правду от лжи. И на это был расчет, и на это была ставка. Пока Рихан, глаза и уши трона, то нужно любым способом снимать мишень с собственной спины и даже вот таким странным образом. Вся гурьба во главе с моим отцом и несколько стражников высыпали из здания главного донжона и вышли в сад на центральной аллее, которого и должно было разыграться основное зрелище. Я раздраженно шел позади, как бы показывая, что никто не уйдет от ответственности. Попытки лживого обвинения наследников нашей славной фамилии будут пресечены на корню. Сам Рихан шел к барьеру с слегка пришибленным видом. С одной стороны, он понимал, что промашка была, что он виноват в том, что не уследил за лицом, но этот щенок, как он посмел бросить в лицо вызов ему, мастеру Рихану, лучшему мечу Фианората. «Щенок! Это кто? Это тот, который за год даже не смог ни разу прикоснуться к нему своей ржавой пырялкой. Позор их рода, зеленый вялый овощ заброшенных грядок. Ну, каков нагле! Все главное, никаких сомнений в победе, и полная, полная божественная вера в собственную правоту». Рихан в это время был одновременно и возбужден, и подавлен, и шокирован выходкой этого волчонка. «А у щенка прорезали зубы. Ну, мы сейчас ему их слегка проредим». Я шел к месту дуэли с самым борзым видом, на который только и был способен. Глаза гневно сияли, желваки играли, а руки мяли в воздух, как бы ощупывая рукоять боевого клинка. Ни отец, ни мать, ни священник не смогли бы остановить поединок, потому что вызов уже был брошен. Он был публичным, и повернуть назад без потери лица и чести не представлялось никакой возможности. Это понимали буквально все. Единственное, что могло обнадежить, это условие, озвученное в самом начале, дуэль до первой крови. Меня не оставлял сон, который снился весь последний год. Одинаковый, каждый раз похожий сам на себя, но каждый раз я в нем погибал. В нем, то есть во сне, меня убивал Рихан. И это, в принципе, мало чем отличалось от реальности, так наши реальные бои всегда были для меня проигрышными, как бы я ни старался. Но мы говорим сейчас не о реальности. Так вот, школа местного боя на мечах была хороша, но земное мастерство ушло далеко вперед. И местные не знали одной фишки под названием финт. Финты укоренились в европейской школе мечевого боя прямо перед тем, как сами мечи перестали быть нужны, так как на мировую арену выходили сабли, кавалерийские палаши, шпаги и прочий смертоносный хлам. Но эти самые новые виды вооружения переняли мастерство финта. Особая тактика финта состояла в том, чтобы использовать силу противника против самого противника, ну, прям как в Айкидо. А силы у Рихана было хоть отбавляй. Так вот, последняя добрая сотня снов как раз и показывала мне излюбленные приемы Рихана, и как ловко он и как ловко он повергает меня наземь. Но конец боевки в них был всегда один и тот же. Колющий удар в пах, я парирую его влево, он, выходя из парирования, производит секущий в шею, выполняю укол с блокированием гарды его острия, затем резкое сближение, где гарды моего меча, скользя по его лезвию, встречается с его гардой, он инстинктивно подается назад, я, как бы салютуя, подбрасываю меч вверх, и из-за того, что наши гарды сцеплены, происходит эффект рычага, где его мускульная сила, направленная на то, чтобы вытолкнуть меня из ближнего пространства, множится на движение его корпуса, сманеврировать назад, и рычаг моего финта, салюта, вырывает его меч и подбрасывает его высоко в небо. Один и тот же сон каждую ночь, на протяжении более ста суток. Думаете, я сошел с ума? Ну вот, сейчас и проверим. Я вышел гордым шагом на центральную аллею. Рихан встал напротив меня. К нему и ко мне подошли секунданты. Они что-то говорили нам, но я их не слышал. Мои мысли были поглощены наставником. Тот спокойно стоял, скрестив руки на поясе. Как только от нас отошли секунданты, в центр прямо между нами вышел сержант и вытащил свой меч, подняв его над головой. Тут я сделал следующий шаг к своей маленькой импровизированной комедии. Я требовательно протянул руку секунданту и в нее вложили меч. Дальше я встал на дно колена, поставил меч перед собой на манер креста и торжественно произнес. Отец наш небесный, да светится имя твое, да пребудет царствие твое, да будет воля твоя, как на небе, так и на земле, свидетельствую, что мои помыслы чисты перед Богом, на небе и фионером, на земле, о чем и свидетельствую. Фиоры, дласы, но ты не яд. Я встал. Окружение стояло в легкой растерянности, потому что до этого дня никто не становился на колено перед мечом и не свидетельствовал им перед Богом. Подобное многие видели впервые, но я четко видел, что как только я начал говорить, Рихан прикоснулся сквозь одежду к медальону и губы его прошептали молитву. А молитву ли? Официально магия Фианорати под запретом, но вот эти их молитвы, сильно ли они отличаются от магии или являются ее прямым наследием? Рихан видел, что ее нет стянет время, а зачем тянет, не ясно. Он видел, что тот выдерживает паузу, как в театре, чтобы все видели, но зачем ему это надо? Он проиграет бой в любом случае. Рихан не понимал, и это его жутко злило. Злой Рихан из рода Кости сейчас жестко накажет зарвавшегося малолетку, посмевшего бросить вызов тому, кому боятся бросать вызов лучшие мечи Феонарата. Рихан видел, что мальчишка не врет в этом его страстном стремлении доказать всем, что он не имеет злых намерений против нашего правителя, но не это сейчас было важно. Сержант поднял меч и зычно скомандовал. «Приготовились!» Взмах клинка, и мы оба ломанулись вперед. «Вздынь-звянь-вынь-бинь-зинь-дынь» запели клинки, сталкиваясь в неудержимом бое. Удар, отвод, замах, нырок, укол, укол, еще укол, отвод, ответка, рубящий кувырок, низкостойкое ожидание. Мы кружили по аллее и обменивались сериями смертоносных ударов. Слишком хорошо за год мы изучили друг друга, слишком правильно мы били, и слишком мало я стал допускать ошибок, но всего этого недостаточно, чтобы победить лучшего. «Уж простите, не знаю, был он лучший в Феонарате или лучший в мире, сейчас это не важно, тут главное, чтобы его лучшесть сыграла на тебя, а не против тебя». «Бзинь-бзань, бзинь-бзунь, бдунь-дринь-бринь». Он знает, что скоро я выдохнусь, и тогда он провернет свой любимый трюк с ударом в пах. Я, начиная тяжело дышать, все слабее и слабее, отвечая на атаке. Он выжидает, я смотрю ему в глаза, еще, еще, вот оно. Удар в пах парирую, выход насекущий в шею, уклон с подставлением гарды, резкий возврат и сближение, тот пытается от меня отдалиться и оттолкнуть мечом одновременно. Салют мечом, и больше двадцати людей смотрят, как меч из рук рихона выворачивается, как по волшебству взмывает в небо, доходит до максимальной точки, на доли секунды замирает в воздухе и медленно начинает лететь назад к земле четко лезвием вниз. Втыкается он в дорожку аллеи и продолжая как живой издавать вибрирующий звук. Толпа в шоке от произошедшего завороженно смотрит на него. На меч. Вот вам, бабушка, и Юрий в день. И что после подобного скажете? Бога нет? Ну-ну. Местные правила дуэли были слегка странными и слегка пафосными. Потерявший оружие в бою автоматически признавался проигравшим. Рихон стоял и растерянно неверящим взглядом смотрел на пустую ладонь, которая несколько секунд назад сжимала меч. Затем ошеломленно посмотрел на меня. В его взгляде читался шок, ужас и вопрос «Как?» Конечно, если бы я знал «Как», я бы ему ответил, но сейчас было не до этого. Нужно было заканчивать представление. Я подошел к нему с самым вызывающим видом, черкнул лезвием своего меча по его шеи, вытащил из-за пояса кружевной платок, куда его утром запихала заботливая лея, промокнул им несколько капель крови, выступивших на шее Рихона, и поднял платок над головой, тем самым показывая присутствующим чистоту проведенной дуэли. Мгновенно грянули восторженные возгласы и аплодисменты. В какой-то миг Рихон, смотрящий сквозь меня невидящим взглядом стрепенулся. У него был вид «Кто я? Где я? Что я тут делаю?» Вид абсолютно очумелого наркомана, придавленного дозой. Не обращая на это внимания, я почтительно склонил голову перед отцом, который стоял с монументальным, даже слегка надменным видом победителя вселенной, и с достоинством удалился в свои апартаменты. Понять отца тоже можно. Не ожидая и не предполагая, он оказался в ситуации, когда его сын пошел на дуэль из-за вопроса чести против лучшего воина Фиоанна Ратта и одолел его чисто, красиво, достойно. Да так, что об этой дуэли еще несколько лет будут вспоминать в тавернах всех провинций, и не факт, что вести не достигнут двора в столице. Во всяком случае, он постарается, чтоб и туда они тоже дошли, потому что кто есть он и кто есть его сын должны знать, все. Незадолго до произошедшего, придерживая полу длинного платья, в комнату слуг стремительно ворвалась тая. На лице бусинки пота, перепуганный до смерти взгляд, затравленно посмотрев на Лею, она проблеяла «Там это, там в саду это» и истерично указала рукой на двери. Почувствовав недоброе, Лея подобрала юбки и стремительной тенью ломанулась к выходу, а нанеслась как тайфун к окну торца здания, выходящего в сад. Подбежав с такой скоростью, что едва не вылетела в открытое окно, она замерла, всматриваясь в большую группу людей, стоящих на центральной аллее. В центре импровизированной площадки стоял ее любимый и его наставник с обнаженными мечами в руках. Мысли метались тревожной птицей. Что это? Какого тхара тут происходит? Это что, дуэль или показательный бой? Когда к обоим мужчинам подошли секунданты и начали наставительно оглашать правила, тень надежды девушки на хороший исход окончательно испарилась. Но почему? Что там случилось? Мастер Рихан, мастер Рихан, тхар, он же убьет драхмара. Паника заполнила аллею. Та судорожно вцепилась в подоконник не в силах что-то предпринять или изменить. Она как во сне видела взмах меча и как сражающиеся обменялись длинной серией сумасшедших ударов и лишилась чувств. К счастью, сзади уже подбегала Тая, которая увидела заваливающуюся в беспамятстве подругу и успела подхватить ее и мягко уложить на толстый ковер, находящийся неподалеку. Через минуту Лея, бледная как смерть, открыла глаза и обреченно спросила едва слышным голосом «Он умер?» Но ответа не последовало, так как на улице послышались громкие возгласы и аплодисменты. Подхватив Лею за талию и помогая ей подняться, обе девушки стремительно подбежали к окну и увидели эпическую картину. Драхмар с гордым видом стоял с поднятой рукой, в которой сжимал платок с красными пятнами крови, а люди вокруг аплодировали и восторженно охали. Что? Что произошло? Поначалу они попытались глазами найти тело мастера Рихана, но нет. И сам мастер стоял неподалеку с абсолютно стеклянным взглядом. Жгучее любопытство разбирало обоих девушек и те, чтобы удовлетворить его, побежали вниз к сержанту стражников, чтобы узнать подробности произошедшего. Да Лиз, дежурный сержант дворцовой стражи, с обалделым видом поведал, что Драхмар каким-то чудом просто выбил меч из рук мастера Рихана. Он это рассказывал с таким обалденным видом, как если бы недавно по небу пролетел белый дракон. Поясню, что сравнение с белым драконом использовалось тогда, когда говоривший хотел сказать, что этого быть не может, потому что не может быть нигде и никогда. Ну, такой вот эпитет. Вечерний сумрак постепенно поглощал мир. Голубое солнце величественно садилось за горизонт. Рихан стоял на замковой стене и, кутаясь в плащ, смотрел на это завораживающее зрелище. Я подошел к нему и встал рядом. Так мы стояли долго и наблюдали за исчезающим солнцем. Рихан не выдержал первым. Это была случайность? С намеком натерзавший его вопрос спросил он. И да, и нет. Тут нужно долго объяснять, а ты попробуй, произнес он, кривя губы. Не сегодня. И вообще, я не за этим пришел. У меня плохие предчувствия, мастер Рихан. Вы уже год находитесь в замке Грейдерик и имели доступ во все уголки. Ваш контракт закончен, и скоро вы окажетесь в столице, где сидят все пауки в одной банке. Этим самым паукам нужна информация о нас, чтобы вплести ее в свои стратегические цели. Пока что вы единственный по сути чужак, который обладает информацией о всех обитателях замка, исчерпывающей информацией. И я знаю, что вопрос долга и чести не даст вам выдать эту информацию в чужие руки. Но есть одно но. В руках умелого палача все начинают говорить рано или поздно. И второе. Неважно, получат они эту информацию или нет, но оставлять свидетеля им невыгодно. То есть, если есть хоть один паук, заинтересованный в ценной информации, то это явится причиной вашего исчезновения. А я бы не хотел вас потерять. Переварив услышанное, Рихан удивленно поднял брови. Эда Драхмар, вы удивляете меня все больше и больше. Сын Дея заботится о судьбе провинциального дворянина? Удивительно. Подобное внимание льстит мне, но позвольте узнать, чем обязан такой заботе о моей скромной персоне. «Все очень просто, мастер Рихан», льстиво сказал я. «Желание выжить, то самое желание выжить, присущее вам и вообще всему живому в этом мире». Эда Шаур сегодня назвал возраст нашего Фионера, а значит, до смены Фионера осталось от нуля до семнадцати лет. Насколько я знаю, из книг люди больше ста лет не живут. Теперь вспоминаем историю нашего Фионерата и соседних, и что видим, картину маслом, что смена правителя в девяносто процентах случаев сопровождается кровавой бойней. У правителя пять сыновей, мой отец пятый, и его ненавидят все братья, независимо от того, кто придет к власти, и если они захотят убрать с игровой доски Эду Талмара, то к кому придут за информацией? Правильно, к вам. Вы охраняли и учили меня, имея доступ ко всем узлам фортификации. К примеру, тот же Шаур им абсолютно бесполезен, так как, зная, тут только путь от своей комнаты до учебных классов и немного двор. Все, Рихан задумался. «Тут главное не мешать ему думать. Мастер Рихан, прошу вас, обдумайте все и примите правильное решение», сказал я с нажимом и, положив ему руку на плечо, с выражением сказал «И спасибо вам за все, наша семья перед вами в неоплатном долгу». И, не оборачиваясь, пошел по стене к башне. Зайдя в свою комнату, я понял, что тут не один. Горело несколько свечей в роскошных подсвечниках, а на столике стояла некая снедь, распространяя по комнате вкусные ароматы. Ко мне с двух сторон с Граци и кошки подбирались две красотки, которые, мурча и похихикивая, принялись меня раздевать. «Лея и Тая, ешь, вашу медь!» Я устал, как собака за этот долгий, очень долгий нервный день. Он мне дался, но очень уж тяжело, я был высушен и был подавлен и опустошен. Хотелось просто рухнуть в кровать с балдахином и забыться долгим, бесконечным сном. А тут эти шкодливые кошки пожаловали. И что им нужно? Брысь! Но те не собирались слушаться своего господина. Демонстративно оглохли и продолжали стаскивать с меня одежду. Тая приблизилась к моему уху и, помуркивая, пыталась зубами прихватить мочку. «Ох, ты ж бестия!» Тем временем вторая чертовка вытащила из-под кровати деревянный чан, подсунула мне под ноги и, макая тряпицу в большой парящий и пахнущий цветами горшок, стала медленно меня обтирать. Млея я стал лениво отбиваться, но тая, вначале прильнувшая к уху, перешла на шею, а затем впилась в губы долгим страстным поцелуем. Да она ни хрена не не умела, я замечу я вам. То, что этот мир не использовал классических поцелуев, было фактом, но тая целовала меня и целовала по-настоящему, а значит, ее кто-то научил. И сдается мне, что этот кто-то лея, а значит, а значит, они любовницы, потому что другого расклада тут и быть не может. Брависсимо, молодцы девчонки, умеют развлечься при полном отсутствии мужчин, а то, что они не тронутые девчонки, не могло быть никаких сомнений. И так будет до тех пор, пока мы их не женим на достойных мужиках. Простите, но, будучи расчетливой скотиной, я даже из их замужества извлеку выгоду для себя. Ну, вот такое я. А сейчас, а сейчас ночь перестала быть томной. Активные обтирания дали прилив свежести, и этот прилив был виден девушкам невооруженным взглядом. Вытерев мое тело насухо, потащили на кровати, моментально освободившись от своих длинных до пят сорочек, голенькие, залезли под одеяло, действуя умело и с напором. Я, войдя в раж, стал страстно целовать Таю и гладить во всех местах. Для нее сегодня был дебют с открытием доступа к моему телу, а посему нужно провести обряд посвящения. Лея норовила забраться ко мне пониже, но я слегка подтолкнул ее, указывая многозначительно область слегка пониже живота Таи, и та безропотно поменяла геопозицию. А Тая от двойной ласки стала потихоньку поскуливать. Я сверху целовал ее везде и ласкал ей грудь, которая, заметим, слегка больше, чем у Леи. Лея же тем временем пристроилась между тайных ног и ласкала подругу так аккуратно, чтобы не вывести ее из строя раньше времени. По мере того, как я потихоньку спускался вниз, Лея, наоборот, перешла на грудь, а потом на губы. Тая уже давно тая уже даже не поскуливала, она громко стонала, не в силах сдерживать страсть. И нас с Лейкой это так завалило, что мы тоже ускорились, и нас понесло. Когда я добрался до низа, таю прорвало, как плотину по весне, ее, наверное, минуту колбасило в спазмах невероятного экстаза. Перевернувшись на живот и подвывая в подушку, она какое-то время еще подрагивала, не в состоянии контролировать собственное тело. Я довольно улыбнулся, и пока тая возвращалась с неба на землю, занялся Леей. Моя любовь уже была на взводе и могла выстрелить в любой момент, но нет, я не дам тебе этого сейчас. Ты моя рабыня, а значит все произойдет тогда, когда я тебе скажу. Я ополз ее сзади, обнял и начал целовать шею и уши, одной рукой поглаживая грудь, а второй нырнул вниз, предварительно смочив палец слюной. Лея запрокинула голову мне на плечо и закрыла глаза, пребывая в нирване чувств. По мере набора оборотов в доведении до кондиции Леи в чувство пришло тая, и поняв, что праздник жизни проходит без нее, прильнула к губам своей подруги и благодетельницы. Та вынурнув из нирваны стала охотно ей отвечать. Казалось, что девчонки просто созданы друг для друга. Я, конечно, не сторонник розовой любви, но а как им еще удовлетворять базовые потребности организма, если слугам доступ к мужикам закрыт от слова полностью? Конечно, балуются по ночам, так, чтобы никто не знал. А что им еще оставалось-то? Гормональную бурю молодого тела другими способами не унять. Если в замке узнали бы, что тут открыто что-то типа борделя, то вначале всех бы проверили на местном детекторе лжи священники, а потом одних виновных запороли бы до смерти, а вторых вышвырнули бы из замка с пожизненным клеймом шлюха. И все. Можно сказать, что после подобного можно было идти только умирать или в ближайшую таверну на панель. Традиционно в этом мире таверны выполняли тройственную функцию. Отель, бордель, кафе с баром. Короче, и выпить, и закусить, и погулять, и потрахаться. Все в одном флаконе. Подобной судьбы своим девчонкам я не желал, и посему будем соответствовать. В этот момент Лея застонала громко и прерывисто оттая, оторвавшись от губ подруги, быстро нырнула вниз, и зря она это сделала. Тело Леи выстрелило так сильно, словно расправилась до упора сжатая стальная пружина. Я отлетел назад на подушке, а тая от толчка ног чуть не вылетела с кровати. Мои губы сами победно кривились, когда я видел, как корежила мою любовь в сладостных судорогах. Я чувствовал себя победителем. Я ощущал себя на седьмом небе. от осознания того, что кого-кого, а меня эти две прелестницы еще не скоро позабудут. Независимо от того, сдохну я тут или Бог даст мне шанс пожить. Я встал, в свете свечи, сверкая голыми ягодицами, прошел к столу, наполнил вином три кубка и вернулся к постели, чтобы отпраздновать конец учебы, победу на дуэли и нашу прекрасную ночь. Тая приняла свой и кубок для Леи, протянув его подруге, которая только-только отошла от бурного оргазма и открыла свои прекрасные глаза, смотрящие на нас любовью и обожанием. Она приняла кубок, сделала жадный глоток и благодарно потянулась к моим губам. Мы целовались, пили вино, опять целовались, вдвоем, втроем, потом хмель ударил в голову и, отбросив пустые кубки, мы слились, переплетенные, напоминая многорукое и многоногое существо типа нашей земной шивы. Злые бестии любили меня, капканами удерживая меня изо всех своих девичьих сил. Пока одна меня отвлекала поцелуями, вторая попыталась оседлать меня сверху, таким образом лишившись девственности. Когда я почувствовал неладное, едва не было поздно, я вовремя спохватился и врезал пощечину одной, от которой она отлетела в сторону, а затем залепил пощечину другой, а потом еще добавил сверху по одной, по одной затрещине. Вы что же это творите, мерзавки, прошипел я им в лицо, сучки мелкие, твари безмозглые, у меня просто сорвало башню. Дело еще усугублялось выпитым алкоголем, я был в бешенстве, меня колбасило и хотелось кого-то придушить. Те испуганно смотрели, как во мне колыхалась ярость, отгородившись от меня и моих побоев подушками, из их прекрасных глаз стекли слезы, и они не могли сообразить, в чем их вина. Завернувшись в простыню, как римский, нервно вышагивая по комнате соображал, что с ними делать. Ходил туда и сюда и как безумный, потом гнев схлынул, я отбросил свою импровизированную тогу, завалился на подушке и привлек обоих к себе. Минут десять понадобилось, чтобы их успокоить. Те прижались ко мне, обняв, и продолжали жалобно всхлипывать мне в плечо. Так, ну хватит уже. Те согласно кивнули, но из их глаз продолжали литься слезы. Они, видать, сильно струхнули, увидев благородную ярость человека, почти убившего на арене лучшего мечника Фианората. Возможно, это подействовало на них, возможно, выпитое вино туманило мозг, но вскоре они затихли, не разжимая объятий. Все, успокоились, те активно закивали. «Теперь вот что! Несите яство!» слегка прикрикнул я. «Будем кушать и внимать, вина не наливать!» строго сказал я и начал расправлять громадное одеяло, делая из него походный дастархан. Девчонки притащили подносы и, водрузив их прямо на кровать, расселись вокруг, не одеваясь, и робко стали поглощать вкусности, с опаской глядя на меня. Вначале я молча, неторопливо ел. Затем, вытерев губы столовым полотенцем, отбросил его в сторону. «Значит так, девушки!» начал я официально. «Первый вопрос. Вы способны меня слушать и понимать сейчас или выпитое кружит вам голову?» Я вопросительно посмотрел на Таю, та утвердительно кивнула, потом на Лею, та также кивнула, соглашаясь, что готова внимать. «Смотрите сюда!» В ближайшее время, месяц, год, два, я не знаю точно, может начаться гражданская война из-за смены правителя. Те завороженно замерли, перестав жевать. «Если вы лишитесь со мной девственности и понесете детей от меня, то об этом узнают все». Я по лицам видел, что в этом и состоял их план стать наложницами и родить ребенку, тем самым прочно укоренив свой статус в этом мире. Нужно развеять радужность их мечт и сделать это так жестко, чтобы они да икоты напугались и поняли, что, связывая себя со мной, они окончательно потеряют возможность нормально выйти замуж и нормально жить в нормальной семье, потому что сами своими руками нарисуют на себе и на своих детях бастардах мишени, грозящие им ежедневной неминуемой опасностью. А если все узнают о вас и о ваших детях, и в ходе этой войны наша семья погибнет, то в замок из столицы рано или поздно придут каратели, которые вначале убьют ваших детей, чтобы убрать претендентов на трон, которые по совместительству и мои дети, затем отдадут вас на поругание солдатнее, и те, насладившись вашим прекрасным телом, перережут вам горло и сбросят со стены в ров с водой. Сделав трагическую паузу, я продолжал, как ни в чем не бывало, кушать ломтик сыра. Я очень удовлетворился, когда услышал шокированное «Хи!» Лея, тоже не отойдя от шока, обратила внимание на это самое тайно «Ик!» При этом нервно кусая губы. Я же, подцепив двумя пальцами тонко нарезанный кусочек копченого мяса с серебряного блюда, ловко закинул его в рот и голосом седого умудренного годами баюна продолжил. «Ваши семьи, озабоченные пропажей членов их семей, то есть вас, подадут прошение в провинциальный суд Лардока, чтобы чинить сыск. Но постольку поскольку люди, которые убивали вас, и люди, которые якобы обязаны вас искать, это одни и те же люди, то устранение проблемы пройдет радикально, дабы не осталось ни единого живого свидетеля. То бишь, я опять сделал трагическую паузу, параллельно пережевывая ломтик какого-то экзотического фрукта при этом задумчиво смотря в никуда. Для этого ваши семьи повезут в лес якобы опознать найденные ваши тела, которые, кстати говоря, к тому моменту уже сгниют в яме. При этих словах обе девушки брезгливо посмотрели на поднос буквально ломившийся от вкуснейшей еды и нервно сглотнули. И когда ваши родные окажутся на краю заранее вырытой ямы, их арестуют, свяжут и по очереди будут подводить к краю ямы. Я опять потянулся к блюду, но уже за кусочком сала с прослойкой мяса и положив его на маленький кусочек хлеба начал поглощать, тщательно пережевывая и отслеживая периферическим зрением реакцию красавицы. При этом встал с кровати и вытащил из груды фруктов самый крупный. Взял с кучки своих вещей кинжал, вынул из ножен, продолжил. Ваших родных будут по одному подводить к яме, наклонять, а специально выделенный воин будет отсекать им головы. И те по отдельности от тел будут падать в мокрую яму. С этими словами я махнул кинжалом и отсек половину дыни подобного фрукта, половинка которого упала на пол и с тихим стуком укатилась под кровать. Я хотел сюда же добавить еще красочную сцену, как будут насиловать и убивать их младших сестер, но решил не перегибать палку. Девчонки и так были на грани обморока. Они сидели бледные, что в свете свечей их делало почти мертвыми русалками, только с ногами вместо хвоста. Тянулось долгое, томительное молчание. Мне хотелось жутко заржать, и я сдерживался как мог. Мои любовницы смотрели в пространство невидящим взором, и, возможно, у них перед глазами стояла картина казни их родных. Я не знаю, я не психолог. Конечно, в этот момент я себя чувствовал ублюдком и манипулятором. А что мне еще оставалось сделать? Этот мир не прощает ошибок. Об этом свидетельствовали тысячи книг в библиотеке моего отца, и, зная историю моего мира 20-21 век и вникая в историю этого мира, я понял, что плата за ошибки происходит с чьими-то жизнями, и лучше всего, чтобы это были жизни не тех людей, которых я люблю. Дав им на размышления еще пять минут, я хотел было сворачивать Сейшен, думая о том, что все-таки я перегнул палку, и сегодня результата никакого не будет, но ошибся. Лея вышла из задумчивости и осторожно сказала, «Господин, простите нас, мы не знали, что мир такой жестокий, простите нас!» С жаром сердце продолжила она, приложив руки к груди. «Мы хотели сделать вас счастливыми, мы, и я, и Тая, мы хотели снять с вас всю эту боль, причиненную наставником Риханом. Все эти дни мы также испытывали боль вместе с вами, мы ее чувствовали и не знали, как вам помочь. Господин, простите нас, если мы не можем иметь детей от вас, так чтобы не подвергать их опасности, то мы готовы ждать столько, сколько от нас потребует долг и вы. Если мы не нужны вам, то просто убейте нас, потому что так, как было с вами, нам никогда не будет ни с кем». При этих словах Лея заплакала, и Тайка, вторя ей тоже, захлюпала носом. «Ох, ёбст!» Ну и денек, ну и ночка. Куда же я попал, гребаный экибастус? Мои красотки, как бы ища защиты, подсаживались все ближе и ближе ко мне, пока опять не оказались со мной в обнимку. Как же мне с ними хорошо! Ох, в том мире у меня никогда не было двух девушек одновременно в постели. А тут, блин, какая красота! Ладно, нужно заканчивать со страшилками и переходить к делу. Тая, убери все с постели. Та, голенькая, порхая как бабочка между кроватью и столом, быстро перетаскала все, подошла сзади, обняла меня и положила голову мне на плечо. Я повернулся к ним и обнадеживающим тоном сказал, «Любимые мои, пока мы все живы, пока все хорошо, я предлагаю нам всем тайно пожениться. Ну, так, чтобы о том, что вы мои и только мои жены знали только мы втроем». Ну, как вам это предложение? Те прониклись и только сильнее прильнули ко мне, обвивая руками и ногами. Их запах молодого крепкого тела смешался с запахом экстракта трав, коими они тщательно мылись перед тем, как прийти ко мне и довершал чудесный букет запах жутко дорогого лучшего вина из подвалов нашего замка, который на карте имел название Грейдерик. Какой же это был прекрасный запах! За 53 года прошлой жизни мне не попадалось ничего подобного, с чем можно было сравнить даже отдаленно. Не знаю, может, это молодые гормоны делали коктейль бесподобным. Запах кожи, запах волос. Это не девушки, это цветы. Я встал, одел на себя простыню на манер римской тоги, затем помог обоим девушкам сделать подобное одеяние из простыней, взятых из сундука тут же в комнате, поднял с пола серебряный кубок, наполнил его чуть больше половины вином, затем вытащив из ножен кинжал, черкнул вначале себе по большому пальцу, затем сделал это девушкам, и те слегка испуганно стали следить за тем, как в кубок с жадным буль-буль капают крупные капли крови сразу трех обручаемых кровью людей. Действо завораживало. Я вытащил из шкафа кипу платков, затем поочередно сунул в крепкое вино надрезанные пальцы и всем их перевязал платками, не забывая себя, любимого. В центре комнаты на толстом ковре поставил серебряный поднос и торжественно водрузил на него приготовленное свадебное питье. Затем мы стали на колени вокруг подноса с кубком, и я торжественно начал. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да пребудет царствие Твое, да будет Твоя воля, как на небе, так и на земле. Стоим мы перед ликом Твоим и свидетельствуем о заключаемом нами браком небесном. Молим Тебя благословить нас на деяние сие, благодействуя днями жизни нам и нашим детям во славу Твою, и да пребудет с нами Твоя сила и Твое благословение. Аминь. Я повернулся к Леи и произнес «Скажи аминь». Та повторила за мной «Аминь». Я повернулся к Тае, но Та, не дожидаясь, повторила за Лей «Аминь». В этот момент вдали среди тьмы ночных облаков сверкнула молния, разрывая на фрагменты картину ночной доли. Я, конечно, понимаю, что это случайность, и так вышло, что как бы сам Бог осветил наш брак, или не случайность, ну, не важно. Как бы там ни было, но мои новые жены со взором горящим приняли все это за чистую монету, ни на грамм не сомневаясь, в моем праве самолично заключать браки и благословлять их. Они-то знали, что я Падей, сын Дея. А какой у меня набор полномочий? Да я хрен его маму знаю. Вообще без понятия. Нужно будет об этом почитать на досуге в библиотеке. Для завершения ритуала я протянул кубок Леи, та выпила глоток и вернула. Я же, поцеловав ее в губы, произнес «Нарекаю тебя старшей тайной женой», протянул кубок Таи. Та отпила и с улыбкой сама придвинулась для поцелуя. Я впился в ее губы и нехотя отстранившись произнес «Нарекаю тебя младшей тайной женой». Затем допиваю кровавое вино из кубка, переворачиваю его, показывая, что кубок пуст, и на автомате произношу «Феори длассе ноты ньят», и в это мгновение над нами сверкнуло нечто. От неожиданности я аж голову в плечи вдавил. Девушки тоже, слегка обалдев, смотрели в пространство над нашими головами. Что это еще за хрень? Какая-то разновидность шаровой молнии? Со стороны это напоминало вспышку фотоаппарата, но я твердо знал, что в этом мире подобного не существует. А что тогда гроза приблизилась? Ну окей. А где тогда гром? Короче, ничего не ясно. Ну мать его так. Молитва прочитанная мной была придумана мной на ходу и произнесена по-русски. Конечно же девушки нифига не поняли из сказанного, кроме того, что я молился Богу. Более того, русский язык слегка схож по тональности с тем древним языком, на котором читают молитвы местные священники, поэтому у девушек не возникло ни единого сомнения в чистоте сегодняшнего ритуала с учетом спецэффектов, к которым я сам не был готов. Вы бы видели их прямые осанки и гордый взгляд. Теперь они жены герцога, и это вам не хухры-мухры. Нужно им будет напомнить, чтобы при матушке они прятали свои глазки, потому что если Эда Авель, моя мать, увидит статуса, то меньшее, что им светит исполосованные вожжами голые задницы на драконюшне. После свадебного ритуала по логике вещей должна была следовать первая брачная ночь, чем мы и занялись, сорвав и отбросив в сторону наши парадные итоги. И за все время существования миров Земли и Атласа это была, наверное, самая странная брачная ночь, где девушки так и останутся девушками, обеспечивая тем самым вопрос выживания себя и своего нового мужа-господина. Субтитры